Всем хорошего дня, с вами самосточек Лёха, и сегодня расскажу, как я в свой дом устанавливал окошки. Те, кто искал инструкцию, узнаете, это не она. Ну, погнали! Ну что ж, начнём. Перед вами мои оконные проёмы, куда я буду устанавливать свои окна. А вот и сами окошки. Окошек получилось у меня 11 штук, они очень тяжёленькие. То, что вы сейчас в руках видите, это специальный инструмент монтажника пластиковых окон. Я просто попросил на выходные, и так как знали, кто я такой, что я строюсь один, мне с творчеством одолжили. Первым делом нужно отсоединить первую створку от окна, что я сделал. Потому что, если поднимать окно целиком без разбора, то, в принципе, можно порвать пупок, развязать позвоночник и хорошенечко упасть с ним. Да, кстати, в этом случае я вам все буду показывать, как я монтировал без применения всяких пластин, накладок, рычажков и крючков. Я просто из рамы вынул все окна, то есть стеклопакеты. То есть снял дверьку, излёг сам стеклопакет. Сейчас отсоединяю сами держатели, эти прокладки. И в дальнейшем я буду уже профиль, поскольку он не П-образный, а полностью квадратный внутри, и я его буду сверлить. Сейчас многие не согласятся, потому что все любят ставить на специальные ушки, скажем так. То есть монтируются ушки в оконную раму, и туда вставляются окно. Ну, я разговаривал с изготовителем вот этих вот пластиковых окон, точнее с монтажниками. Мне сказали, что они все ставят путем сверления профиля. Говорит, один раз просверлишь, поставишь и забудешь. Я сразу же поинтересовался, говорю, ну я делаю дырку в профиле, а то это не будет задувать. Мне объяснили, что когда я буду носить пену, если в два слоя нанесу, получается этот анкер, болт, гвоздь, неважно, что я там сделаю, точнее, к чему будет цепляться этот профиль, будет с двух сторон полностью изолирован, и теплопотери не будет вообще. Ну, у нас также была договоренность, что если я поставлю окна, сам также правильно, поэтому я это видео также уже скинул, ну, еще тогда скинул монтажникам, они приходили, проверяли, и потом уже, ну, после этого запенивал. То есть они проверяли, как я сделал. И у нас договоренность была, что если я поставлю окна вот эти вот, вот таким способом, и они будут потеть, то есть будет там влага, конденсат, то они бесплатно мне поменяют окна и сами все установят. Итак, приступим. Первым делом пустойки просверлил, нужно сделать твердую подкладку. Таким образом, чтобы от стены до окна было расстояние максимум сантиметр-два. Мне сказали, желательно где-то вот идеальная середина, это сантиметр, между сантиметром и двум, чтобы пена могла расшириться. И моя дочка забрала бумагу с текстом. Секундочку. Так, ну что ж, устанавливаю раму, точнее, примеряю. С помощью бруска я отступаю с каждой стороны одинаковое расстояние, где-то 5 сантиметров от края начала стены. Таким образом, буду устанавливать все оконные рамы. Это сделал я для того, чтобы впоследствии, когда я утеплю фундамент, и буду делать отлив. Отлив я прикреплял не к окну, а к стене. Так будет много прочнее и без повреждения окна. Нижнюю часть я зафиксировал, отступил 5 сантиметров, а верхнюю часть я уже устанавливаю по уровню, чтобы окно держалось ровно. Окно зафиксировал с помощью обычного чопика. С помощью отвертки в готовое отверстие я продевал отвертку и взбивал. Таким образом, чтобы на газоблоке были видны отверстия. После того, как я вытащу окно, по этим отверстиям я уже мощный перфоратор сделал углубление и посунул это от депеля. После того, как я сделал разметку, вынимаю окно. Пластиковое окно, кстати, в принципе-то ничего не весит. Без стекол. Стеклопакеты весят очень много. Ну, а теперь по готовым наметкам я просверливаю. Если бы я бруском не вступил 5 сантиметров, мне пришлось досверлить прямо в арматуру, которая проходит как раз вот, где я сейчас видя сверлю. Задил армировку. Поэтому 5 сантиметров еще тоже довольно-таки неплохо помогли. Ну, ничего сложного. Просверлил. Убрал грязь. Тебе прямо будет специальные депеля по газоблоку. Они, кстати, очень дорогие. Где я сказал по Москве? Самый дешевый нашел за 3 рубля штучка. Взбивать их нужно потихоньку, аккуратно, потому что когда вы по ним будете стучать, сейчас вам покажу, они потихоньку-потихоньку аж буквально вкручиваются в газоблок. Я их, кстати, тестировал. Я один такой дюпель вбил в газоблок, закрутил его и пробовал в нем, привязал к дереву, пробовал повиснуть. Ну, кстати, держит. Ну, удивительно. Не знаю, я вешу 80, так что, в принципе, у меня их 12 штук на окно. Я думаю, быстрее дом развалится, чем окно у меня стащит. Ну, а теперь просто вставляю оконную раму и уже просто в готовое отверстие наживляю на ламкера. Сначала наживляю середину везде, а потом уже края. Если сразу же присверлить, то в местах, где окно больше, либо меньше, либо дырки с дипелем и окном не состыковались, потом будут проблемы. Это я вам показываю монтаж третьего окна. С первым окном я ковырялся больше часа. Остальное, в принципе, уходило буквально по 20-30 минут. Ничего сложного нет. Так что, в принципе, если монтажник установил здесь около 200-300 токон, он уже до автоматизма, мне кажется, работает. Дальше просто в этот же паз обратно устанавливаем стеклопакет. Там на три были две пластмасски. С каждой стороны по одной. Просто вставляем в пластмасски и не вставываем. Как только установили стеклопакет, одеваем прокладки. Сначала сверху, чтобы пока мы ходили за остальными прокладками, окно не выполнено вас. Потом снизу. Если сделать сначала боковые, то верхние и нижние уже одеть будет практически невозможно. потому что после установки в верхней и нижней прокладки боковые нужно вставлять под углом. Ну, а теперь просто уже там готовые две петельки. На них внизу просто одевается окно, а вверху просто вставляется в готовое. И защелкиваем. В принципе, даже вот при таком монтаже, то есть без пены, без распора, окно уже не шаталось. А вот этот вариант уже был хардкорный. Тут нужно одновременно было поставить и дверь, и оконную раму. Выглядит это, конечно, красиво, но это было крайне неудобно и очень тяжело. Да, кстати, скрепил я окно и дверь просто, то есть, как как показано в инструкции, скажем так. Берем дверь, этот кусочек, и оконную раму. Наносим там пену и просто между собой стыковываем. И все. И скрепляем саморезами, которые вкручиваются в металл профиль. Вот таким образом она держится. Как видите, в принципе, ничего сложного нет. Вставили, разметили, вытащили. Главное не упасть. Одно такое окошко будет стоить двумых зарплаты. Просверливаем, вставляем депеля. Потом берем раму, опять же. Вставляем в отверстие, наживляем, закручиваем. Ну и потом собираем окно полностью. Да, кстати, перед тем, как собрать стеклопакет, поставить в окно, тут я забыл вам снять, мне подсказали, что сначала нужно устанавливать съемные детали и по ним проверять. Если хлопает или открывается, значит, вы раму покосили. Если не закрывается, естественно, тоже покосили. Но опять же, слегка рама покошена, там все на месте можно отрегулировать. Так что проблем в принципе вообще не было. В принципе, за два выходных я полноценил все окошки. У меня был один стекон. Эти были два самых больших. Если вот то, что сейчас видите в руках, держу деталь, она весила около где-то 40-50 килограмм. На большая дверь, дверной стеклопакет весит около 60-80 килограмм. Поэтому было крайне тяжело не то, чтобы надеть на готовые уже замки. А еще тяжело было поднять. Так у меня лестницы нету. И этот поднимался просто с немомерным усилием. Ну, а потом уже просто когда установил саму раму, куда оставляется дверь, с помощью ноги, как рычага, уже одеть не стало трудно. Снизу одеваем на специальный замочек, а вверху просто оставляем шпингалет. Ну и в принципе дверь уверен так держится, хотя на двух этих петлях. Поэтому в принципе монтажом окон я доволен. То есть ничего сложного нет. Насколько я сделал правильно, если вы не будете фонить, это уже я расскажу позже. Но мой первый опыт, скажем так, это не очень просто, но не очень тяжело. То есть нужны, скажем так, руки и голова. Как проверить, что вы установили правильно, это у вас должно плотно закрываться все окна и двери. и вообще закрываться. Ну уже после потолки все это установил, я стал устанавливать ручки. Там такой потайной замок есть. Открываем его, закручиваем туда два специальных в комплекте идут винтика. Защелкиваем. И все. И открытые металлические детали. Вот они вверху и внизу. Нужно закрыть специальными пластмассками, которые шли в комплекте. Закрывать нужно до того, как вы установите двери и окошки. Откуда я знаю? Потому что я сначала установил двери и окошки, а потом понял, что пластмасске, пока двери стоят на месте с окнами, вы никак не установите. Поэтому сначала мы собираем пластмасске, а уже потом вешаем обратно. Устанавливается нелегко, буквально за минуту можно все это поставить. Не постараюсь с каким усилием я сначала установил эту металлическую дверь, ой, металлическую, ПВХшную тяжелую дверь, а потом узнал, что нужно ее снять, одеть пластмасске и опять повесить. Я думал, что дочь Румру, ну, как ни странно, не умер. Все там обычный шпингалет, защелкиваем, и одеваем уже готовый пластмасске. Да, с пластмассками, ну, с закрывающим металл, смотрится очень, очень симпатично, наше окошко. Вот так. Красота. Что касается по стоимости, то вот эта компания Брутбокс стала мне в 130 тысяч. Квадратура окон, чтобы понимали, 28 квадратов. Так что, если хотите узнать, сколько стоит в среднем окно, просто 130 тысяч, делите на 28. Ну и получается, в среднем где-то стоит квадрат 5 тысяч. Ну, где-то 5, там 4, плюс-минус. Да, кстати, предупредили меня, и вас предупреждаю, что клееночку лучше снять, так как окно немножко выгорит, и когда вы снимете весной, будет отличаться. Ну что ж, всем пока, с вами был самоостройщик Леха, увидимся с вами, когда снимут карантин. Всем счастливо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok